Фактически против Армении была проведена специальная военная операция. Эта операция была проведена совместно Россией, Турцией, Азербайджаном. Как может Америка с ними разговаривать? С фактическими офицерами под прикрытием российских спецслужб во главе Нагорно-Карабахской республики. Это невозможно. Россия без Армении на Южном Кавказе оставаться будет невозможно, а после этого последуют потери Северного Кавказа. Будущее Азербайджана после того, как он вошел в синергию с Российской Федерацией, не просто туманно, но очень опасно. Евреи смогли это сделать, и армяне тоже смогут это сделать. Сегодня у нас в нашем эфире Тигран Авакян, международный консультант и аналитик, кандидат политических наук. В период с 2014 года по 2016 вы работали заместителем министра внутренних дел Украины, были членом совместной рабочей группы Украина-НАТО по военной реформе высокого уровня, член коллегии МВД, член кадровой комиссии МВД. Давайте обсудим. Расскажите о себе, может быть, подробнее, и о том, что вас связывает с Арменией. Здравствуйте, Ирина. Хотел бы поблагодарить вас за приглашение принять участие в вашей передаче. Для меня Армения всегда оставалась в фокусе моего внимания. То есть важность Армении и проблема армянского мира была для меня актуальной практически всю мою жизнь. Семья моей мамы из Киева. Моя мама родилась в Киеве. Дедушка попал в Киев сиротой из Карно, по-турецки это Эр-Зарум, по-армянски это город Карно, Карин. В 2018 году, соответственно, мама родилась уже в Киеве. А семья отца, также из Вана и Бетлиса, также попала в 2018 году в Грузию, в город Белисси. Большая часть родственников оказалась на Западе, те, кто спаслись за пределами бывшего Советского Союза. Ну вот моя семья оказалась в Советском Союзе уже. Вот. И меня всегда растили с осознанием того, что я армянин. Я не владел армянским языком до 16-летнего возраста, выучил армянский. Владею как западноармянским, так и восточноармянскими языками. Всегда интересовался армянской культурой, историей. И более того, непосредственно занимался армянскими программами по кодификации армянского наследия, изучением различных этнических, субэтнических групп армян, которые проживают по всему миру, а также народов, которые имеют полное либо частичное армянское происхождение. Мне это было интересно, это всегда было моим хобби. Всем привет, меня зовут Рене. Три года отработала в Софт Констракт. Уехала в Китай, преподавала английский маленьким детям. И по возвращении устроилась в офис иностранной компании в Армении. Теперь я мама в декрете. Я решила обучаться в Саварир онлайн после того, как мне отправил мой муж видео с канала YouTube Репатриарх, где Хайко Векимент рассказывал о данном проекте, о возможностях расти как личностно, так и в плане карьеры, выучиться чему-то новому. И сказал, если ты не попробуешь, то разводимся. Во-первых, стоит намного дешевле, поскольку целью ребят, организаторов, которые все это дело начали, было не просто получение прибыли, а именно обучение большого количества людей очень важной профессии, которая бы позволила в целом нашему народу, нашему обществу как-то повысить свой прожиточный минимум и жить более или менее достойно. То есть эта идея, она была заложена в основу. Это, кстати, было также еще одним фактором принятия решения в пользу именно этого проекта. Во-первых, это цена. Во-вторых, это доступность. То есть где бы ты ни был, когда бы ты ни захотел, ты имеешь доступ к этим курсам, к этим урокам, причем пожизненный. В некоторых случаях люди покупают курс, но он доступен в течение, не знаю, там, трех месяцев или четырех, затем он закрывается. В этом случае такого нет. То есть в любое время ты можешь пройти по ссылке и снова вернуться к уроку. Нравится именно то, что спикеры делятся не только обучающими материалами, но и своим личным опытом, какими-то фишками, хитростями, как найти работодателей, как правильно себя преподнести. Очень также нравится тот факт, что пока ты не сдашь тест, не перейдешь к следующему уроку, это как бы заставляет тебя не просто купить курс и отложить на время, а вот постоянно развиваться и делать задания. Сами задания очень практичные, применимые в жизни уже. Многие начали, не знаю, находить проекты в нашем потоке, не только в нашей команде, но в потоке находить проекты и применять знания уже на практике. Это показывает результаты. Существует несколько команд, по 10 человек изначально со своими командирами, которые берут на себя некоторые технические задания, например, курируют остальных обучающихся, берут у них какие-то вопросы, которые их интересуют и при направляют в поддержку. Появились такие дружественные отношения с многими из ребят. Мы делимся материалами какими-то сторонними. Друг у друга что-то можем взять, применить, даже немножко улучшить или дать совет. Мне кажется, такой формат, он очень хорош собой. В ближайший год моей целью является выйти на какой-то стабильный доход. Может, и не сразу такой заоблачный, но на стабильный. И освоить профессию диджитал-маркетолога без начальных знаний вполне реально. В команде нашей тоже есть ребята, которые до этого не пересекались с такой специальностью, скажем так. Но сейчас у них довольно хорошие успехи. Если вы не готовы к изменениям, то, мне кажется, будет сложнее и надо понять, хочешь или не хочешь. Если хочешь, то без проблем, очень легко можно выучиться. Учитесь в Савуаре онлайн, потому что это не просто интересно и в дальнейшем принесет вам хороший заработок, но и человек должен продолжать обучаться, учиться чему-то новому, тренировать свой мозг в течение всей жизни. Потому что так мы остаемся здоровыми, так мы остаемся умными и интересными для нашего окружения. Вот смотрите, если мы возьмем сейчас Украину, там достаточно обширная армянская община. Вы яркий представитель этой общины. В чем причина таких сложных отношений между Украиной и Арменией? Вы знаете, сложные отношения между Украиной и Арменией связаны с тем, что Армения во всяком случае после 1999 года однозначно не была суверенна в принятии своих внешнеполитических решений. Соответственно, не только в Украине, но и во всем мире не было понятно, с кем разговаривать в Армении. Так как Армения проводила скорее политику, которая была нужна и интересна России, но не армянскому государству и армянскому народу. Я имею в виду спецоперацию, которая была проведена спецслужбами Российской Федерации и новоизбранным лидером России Владимиром Путиным в Армении в 1999 году по ликвидации суверенных и независимых руководителей в лице Вазгена Саркесиана и Карена Демирчана для предотвращения движения Армении в сторону Запада, что является естественным с точки зрения культурологии. И дело в том, что Армения занималась больше обслуживанием интересов Российской Федерации с 1999 года. И фактически во главе Армении находились президенты, которые являлись прямыми представителями России. То есть это Роберт Кочериан и Серж Саркесиан, которые не проводили субъектную независимую политику в Армении и которые действовали во вред интересам армянского государства. Соответственно, с Украиной в таких обстоятельствах в Армении не могли быть позитивные. Динамичные отношения, так как мы понимаем, что Украина и ее вектор развития был направлен на утверждение независимости, на создание независимого государства. Это был долгий и сложный путь. И он был связан с тем, что постоянно происходила борьба между различными видениями на развитие Украины. Это было связано с элитами украинскими. Но в 2004 году, после оранжевой, как ее называют, революции, Украина выбрала прозападный вектор. Потом был откат в сторону России после избрания Януковича. Но уже мы знаем, что в 2014 году, после победы революции на Майдане, Украина выбрала однозначную позицию по интеграции с либеральным миром и в евроатлантические структуры. Что есть европейская интеграция? Европейская интеграция для меня, прежде всего, есть борьба за стандарты жизни. То есть суть европейской интеграции – это повышение стандартов, когда люди хотят жить лучше в соответствии с теми максимальными стандартами условной лучшей жизни, которые существуют в современном мире. За это люди вышли против Януковича. За свободное будущее, за качественное экономическое развитие и понятное стране стратегическое планирование. Мы знаем, что произошло дальше, началась война. В этот период я начал работать в Министерстве внутренних дел в качестве директора департамента стратегического планирования. И фактически с нуля приходилось создавать новую систему безопасности, как внутренней, так и внешней, в том числе создавать добровольческие батальоны, в том числе создавать части национальной гвардии, которые бы превосходили российские части, постсоветскую армию по качеству. Вы это начали делать с 2014 года после аннексии Крыма? Да, мы начали это делать фактически с первых дней после победы революции, так как мы должны понимать, что вся система национальной безопасности при Януковиче находилась под контролем Российской Федерации. Соответственно, она была парализована. Также не было уверенности в тех воинских подразделениях, которые на тот период формально в качестве вооруженных сил координировались, подчинялись Министерству обороны. Фактически всю структуру безопасности, военной безопасности, военного стратегического планирования пришлось создавать с нуля. Вот скажите, у нас примерно аналогичная ситуация в Армении. Мы можем говорить, что выбор людей был сделан в 2018 году. То, что вы озвучивали, как выбор людей в Украине в 2014 году. Здесь люди вышли на улицы, и у нас тоже произошла революция. При этом достаточно сильное влияние России сохраняется, несмотря на то, что уже прошло 4 года с момента прихода новой власти. И расскажите, какие шаги были сделаны, как была организована добровольческая часть, это тероборона, вот какие-то примеры, которые могли бы быть полезны для Армении. С Арменией дело в том, что было существенное различие. В чем проблема Армении? Дело в том, что вся система национальной безопасности Армении, полиции и Министерства обороны, она как состояла из офицеров, старших офицеров, которые не просто ориентированы на Россию, но и были в зависимости от России, так и в значительной мере состоит настоящий момент. В этом существенное отличие, так как в Украине были произведены кардинальные кадровые изменения. И подобные офицеры в своем большинстве остались за пределами кадровой скамейки, то есть они уже не влияли. И этот процесс шел достаточно долго и продолжался несколько лет, но основные решения были приняты в первые 2-3 месяца в Украине. Это было при Порошенко? Да, это было при Турчинове. Это было при Турчинове, исполняющем обязанности руководителя государства, а потом это продолжилось при Порошенко. При всех неправильных и негативных решениях в тот период были заложены очень важные основы реформирования страны. То есть это то, чего вы не видите в Армении? Да, в Армении это сделано не было. И дело в том, что в Армении произошло следующее. Фактически против Армении была проведена специальная военная операция. И эта операция была проведена совместно Россией, Турцией, Азербайджаном. Армении ее лидерсип, ее руководство не удалось раскрыть эту информацию вовремя населению страны, обратиться к нации. И фактически руководство Армении в период 2020 года непосредственно приняло участие в этой операции. И руководство Генерального штаба Армении, это было очевидно и всем экспертам, и всем службам зарубежным разведывателям, непосредственно руководство армии Армении и Нагорного Карабаха приняло участие в организации военной спецоперации против армянского государства совместно с Россией, Турцией, Азербайджаном. Поэтому случай Армении здесь исключительно уникальный. Вы имеете в виду, это какой-то факт двоевластия, или вы обвиняете непосредственно Никола Пашиняна, его команду? Здесь я могу только констатировать, я не являюсь гражданином Армении, я констатирую картину, что произошло, то, что офицеры Генерального штаба, старшие, которые принимали решения в Армении, и особенно руководство армии обороны Нагорного Карабаха непосредственно выполняло команды Российской Федерации с целью нанесения поражения самим себе. Это беспрецедентный случай в мировой истории, когда армия, в данном случае две армии, работают на противника во время войны на выживание. И я понимаю, что и Никол Пашинян согласился с подобной ролью, это очевидно, и не смог организовать эту систему во время войны таким способом, чтобы взять ситуацию под контроль. Это та объективная реальность. Чем это объясняется? Безусловно, это объясняется отсутствием опыта, менеджмента на таком уровне, и отсутствием качеств лидера, которые могли бы реализовываться с целью сохранения Армении в то время. То есть фактически он не проявил эти качества, и он согласился с той ролью, которая была написана в соответствии с стратегическим тем планированием, которое разработала Россия. Россия нужно было обеспечить южные рубежи, обеспечить нейтралитет Азербайджана и Турции в будущей войне за Украину. Россия достигла всех своих целей, более того, разместила в той части Арцаха Нагорного Карабаха, которая сохранилась условно за армянами, пребывание своей военной базы в виде миротворцев и усилила свое влияние в Армении. Фактически и Россия, и Турция, и Азербайджан достигли всех поставленных целей. Также определенные обмены были реализованы в Ливии и в Сирии для того, чтобы обеспечить нейтралитет Турции и Азербайджана. В благодарность за подобную операцию, за нанесение поражения Армении, 22 февраля 2022 года, Азербайджан подписал Московскую декларацию о военном и стратегическом сотрудничестве с Россией. Это союз самого высокого статуса. Турция и Азербайджан сейчас являются транзитерами российских энергоносителей, и Россия использует Турцию и Азербайджан как экономическую базу. Учитывая широкую представленность Турции и Азербайджана в Украине за последние 30 лет, мы можем говорить и о других способах использования Турции и Азербайджана, в том числе объективно можно говорить и о возможностях получения серьезной разбеды информации с территории Украины в условиях войны. Фактически Россия достигла всех своих целей, кроме того, что Россия потеряла свои позиции в Армении. А без Армении России придется уйти с Южного Кавказа. Несмотря на то, что Армения самое слабое звено на Южном Кавказе с первого взгляда, но дело в том, что Россия без Армении на Южном Кавказе оставаться будет невозможно, а после этого последуют потери Северного Кавказа, потому что возникают вопросы Абхазии, где армяне составляют большое количество населения, возникают вопросы Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области. Как мы знаем, по древней российской традиции, когда у России меняется отношение к какому-то государству, начинаются гонения на эти национальные меньшинства. В России вместе с ассимилированными армянами, такими как астраханские армяне, черкесы Гаи вокруг Армавира, часть донских армян, в совокупности проживает около 3 миллионов армянского населения. Соответственно, мы должны понимать, что когда Россия уже оказывает давление на эту группу населения, то это повлияет как на экономику, учитывая, что армяне производят намного больше процентов от внутреннего валового продукта, как этнической группы в России, чем те 2,5 процента от 130 миллионов, которые они составляют в России, так и, в принципе, Россия поставит под угрозу свои интересы в том же Краснодарском и Ставропольском крае, так как с исходом армянского населения возрастет роль, а свято место русское поговорка, говорит, пусто не бывает, возрастет роль местных народов Северного Кавказа, адыгов, чеченцев, ингушей и народов Дагестана. Вы так говорите об исходе армян из России, как будто бы это уже очевидный какой-то процесс. Чем более будет продолжаться драйв Армении на запад, тем, соответственно, мы должны понимать, что будет ухудшаться отношение российских властей к армянскому населению. Это традиционно. Такое происходило неоднократно, и вы должны помнить, как такое происходило с грузиной. Но если исход 200 тысяч грузин не мог повлиять концептуально и глобально на ситуацию в России, то исход 3 миллионов армян – это достаточно серьезно. Куда могут переместиться 3 миллиона армян из России? Ну, я бы вам сказал, что я бы вообще туда не ехал. И я уже много лет говорю, что это была большая ошибка армян, когда они переезжали в страну, которая более 200 лет действует против интересов армянского народа и Армении. Я выступаю на эту тематику с 2005 года и говорю одно и то же. Пытался предупредить армянское население, но я не смог охватить такую аудиторию и быть сильнее, чем российская пропаганда, либо назначены Россией официальные лидеры. Дело в том, что армянская община в России – это была химера, она и есть химерой. Вы посмотрите на тот интеллектуальный уровень лидеров общин, которые были назначены со стороны российских спецслужб, таких как Ара Абрамян и другие. Но это интеллектуальный уровень, который… Хорошо. Что вы можете сказать о ней? Что я могу сказать об армянской общине в Украине? Дело в том, что в Украине армяне являются полноценным народом, народом, интересы которого не ущемляются. Это очень важно понимать. Если каждого 24 апреля армяне проводили шествия, когда не было войны, большие шествия по всей Украине, и фактически все баннеры были размещались, и спокойно это было нормально, без каких-либо проблем о том, что сегодня армяне отмечают трагическую дату. Несмотря на то, что Украина не признала геноцид армян, а Россия формально признала, подобных проблем в Украине, как в России, с организацией шествий не было. И в день столетия правительства Украины, парламент Украины, весь депутатский корпус, с минутой молчания, почти у столетия армян. Кроме того, в Украине принят ряд законодательных актов… Столетия геноцида, вы имеете в виду? Да, конечно. В Украине принят ряд законодательных актов, которые имеют непосредственную силу касательно защиты армянского населения. Вы можете ознакомиться с постановлением об увековечении памяти армянской католической церкви, которая была уничтожена советской властью в 1946 году. Были расстреляны все армянские священники. Фактически в живых остался только один. И более того, большая часть верующих, тех, которые не успели убежать на территорию Польши, были отправлены в Сибирь, и значительная их часть погибла в Сибири. Имущество армянской католической церкви в Украине, а в тот период это была основная конфессия для армян в Украине, оно было конфисковано. И сейчас находится, естественно, в музеях Москвы и Санкт-Петербурга по древней российской традиции, как это всегда было принято. Поэтому в Украине всегда было большое количество армян в исполнительной власти, в армян в законодательной власти. И армянам не нужно было менять фамилии, как это принято в России, для того, чтобы занять какой-либо государственный пост, либо скрывать свою национальность. Поэтому я хочу сказать, что и церковь в Украине функционировала свободно, и огромное количество армянских общин, которые реализовывали фактическую деятельность. То есть это были мероприятия, это были армянские знаменательные даты. И, в принципе, запретов, либо сноса памятников, как в России, которые армяне устанавливали, не было. Наоборот, за время независимости было возвращено большое количество армянских церквей. И было установлено не только большое количество памятников, но и издано большое количество армяноведческой литературы. Какое-то взаимодействие есть с Арменией, потому что мы здесь видим другие постеры, не к столетию геноцида и памятные даты 24 апреля. Мы здесь видим постеры «Крым, Украина, Карабаха, Азербайджан». Фосфорные бомбы, которые Украина поставляла во время войны Азербайджану. Обвинение в том, что самолеты СУ были отправлены на фронт для российских войск. То есть часть из этого слуха мы понимаем, но тем не менее картинка создается недружественного народа. Вот здесь для армян тоже очень много вопросов. Дело в том, что фосфорные боеприпасы не поставлялись Украине, и это объективная реальность, после большого количества расследований. В Украине во время войны я открыто обращался к президенту страны, к Зеленскому, посредством в Facebook и других социальных сетей. И не только я, но и другие лидеры армянской общины имели такую возможность открыто критиковать саму возможность подобных поставок. В Украине понятно, что ни один армянин не может себе позволить говорить так с Путиным. Но мы, имея тот уровень свободы, имели такую возможность. Это говорит о подлинной демократии. Потому что все мои посты на эту тематику, они есть в Facebook. Это все проверяется. И не только в Facebook. Я на центральных каналах имел около 16 выступлений, где открыто выражал проармянскую позицию. Смотрите, вас можно обвинить в субъективности, да, вы этнический армянин. Мы видим официальные лица украинские, которые продолжают вот этот антиармянский нарратив, да, озвучивают позицию, что Азербайджан является союзником Соединенных Штатов. И обвиняют Армению в том, чего Армения, естественно, не делает, в том числе признание Крыма российским. Мы вот сейчас с вами в разговоре можем сравнивать Армению и Украину. Это два государства, которые выбрали свой прозападный путь. И на чем основана вот эта связь элит Украины с элитами Азербайджана? Смотрите, связь элит Украины не только с элитами Азербайджана и Турции, основана на активной деятельности турецких фондов и азербайджанских фондов, так называемой корной дипломатии, которая уже стала брендом, на территории Украины. Мы должны понимать, что в Азербайджане и в Турции организовывалось в течение последних 30 лет огромное количество конференций. Азербайджанцы и турки покупали политическую, экономическую и блогерскую элиту, финансировали, давали гранты. Эта работа велась 30 лет. Армения и армяне не делали ничего. То есть нет, приблизительно на 10% меньше, чем ничего, чтобы вы понимали все эти 30 лет. Поэтому мы имеем тот результат, к которому мы успешно стремились. Это первое. Второе. Когда азербайджанцы, представители этнических азербайджанцев либо компания азербайджанских в Украине вывешивают баннеры, это опять же говорит о демократии. Дело в том, что нет ограничений ни для армян, ни для азербайджанцев, ни для болгар, ни для дадаузов, ни для гранических татар. Все могут свободно выражать свое мнение. Это очень важно. В России это невозможно. И есть существенная разница. Армяне в Украине в рядах вооруженных сил это около 15 тысяч солдат и офицеров на сегодняшний момент. Это очень большое число. Они защищают свою страну от иностранной агрессии, от вторжения России. Что делают армяне России в рядах вооруженных сил России, это большой вопрос. Потому что они участвуют в агрессии против страны, которая не нападала на Россию. Это первое. Во-вторых, они воюют за страну, которая организовала поражение Армении в 2020 году и которая дружит с врагами Армении. Это очень важно. Но Украина и Армения и не были друзьями. Вот в чем дело. И не будучи друзьями, тот уровень отношения Украины к Армении, который есть, я считаю очень позитивным и высоким. Они были друзьями, потому что Армения не была субъекта. И не может Украина дружить с Арменией, которая оккупирована Россией. Это невозможно. Особенно с учетом военного конфликта и войны с Россией. И мы должны понимать, что турки и азербайджанцы, Турция и азербайджан создали очень серьезное лобби в Украине, которое обслуживает интересы Турции и азербайджан. Это объективная реальность. Хорошо. Если мы сейчас говорим о субъективности, субъектности Армении. Вот на сегодняшний день Армения – это до сих пор пророссийское государство. На сегодняшний день что мы имеем в Армении? Глазами Украины. Глазами Украины, да? Глазами Украины я вам хочу сказать, что после визита директора Центрального разведывания управления, а также руководителя разведывательного департамента Министерства обороны Соединенных Штатов, после визита Нэнси Пелоси, высшее руководство Украины и администрация президента исключительно осторожно высказывается касательно Армении. То есть полностью изменена тональность. Очень важно было заявление Нэнси Пелоси об оси Украина, Армения, Тайвань. Это исключительно важно, важное заявление. И это говорит о том, что фактически Запад сейчас делает за Армению то, обеспечивая ее безопасность, то, что не в состоянии, либо не желает, либо не может делать руководство Армении. Соединенные Штаты остановили войну. Соединение России, так как Россия стремилась и до сих пор есть недавние заявления вице-премьера Российской Федерации, другие заявления. Для России жизненно важно пробить этот коридор через Южную Армению. Для того, чтобы довести реализацию своих планов по созданию газового, нефтяного и глобально-экономического хаба для продолжения войны в Украине на территории Турции и Азербайджана, им нужно пробить этот коридор. Сейчас Путин вызывает к себе Пашиняна, чтобы додавить его. С другой стороны, мы имеем в виду, мы имеем Соединенные Штаты, мы имеем Великобританию, которая впервые за много лет изменила свою позицию. И мы видим проармянские заявления и действия, которые остановили войну, продвижение Азербайджана и которые предупредили Турцию о невозможности нападения на Армению. Это очень важный месседжер. Фактически, Соединенные Штаты и Великобритания обеспечили безопасность теперешней территории Армении. Теперь, если брать Арцах, как они могут обеспечивать безопасность Арцаха так же, как Армении, когда в Арцахе в руководстве Нагорно-Карабахской Республики представлены прямые завербованные в 90-х годах спецслужбами России руководители. Это секретарь Совета Безопасности, это президент, это другие высшие должностные лица, которые в 90-х годах были завербованы. Понимаете? Как может Америка с ними разговаривать? С фактическими офицерами под прикрытием российских спецслужб во главе Нагорно-Карабахской Республики. Это невозможно. Но при этом назначен спецпредставитель и были сделаны заявления Великобритании, Франции и Соединенными Штатами о том, что статус-кво в Нагорном Карабахе, в Арцахе должен сохраняться и армянское население там должно жить. Но Америка не может за армян делать что-либо, то, что должны сделать армяне. Если бы в Карабахе было гражданское общество, которое бы смогло привести новых лидеров, которых бы увидели, то, соответственно, с ними бы началась коммуникация. Подобных лидеров в Карабахе нет, есть агенты России. В Армении ситуация более гибкая, флексибл, и, соответственно, в Армении есть премьер-министр, который действует по принципу флюгера. Он склоняется на сторону той силы, которой боится больше. Сейчас он боится больше Запада. Но если он поедет в Сочи, возможно, что он будет больше бояться России на какой-то период. И, соответственно, базируясь на своих страхах, он и принимает свои решения как политический лидер вместе со своей командой. На сегодняшний день эта встреча может не состояться по причине, что пока Алиев не ответил, поедет ли он. Он еще не дал согласия. Алиев находится в очень сложной ситуации и намного проще будет, вы понимаете, с одной стороны, смотрите, какая ситуация. Если, например, Израиль может сказать Алиеву едь, и ты должен поехать, то Соединенные Штаты и Великобритания и турки скажут Алиеву едь, Турция и Израиль скажут ты должен поехать, садись в самолет и лети в Сочи, потому что это выгодно Турции, Израилю. А с другой стороны, Соединенные Штаты и Великобритания скажут только попробуй поехать туда. Это намного проще, чем играть в эту игру с Пашиняном. Ведь главный же результат, а не то, кто не поедет. Если мы хотим приготовить яичницу, нам совершенно не важно, с какого магазина будут яйца, из которых мы будем делать эту яичницу. Та же ситуация. Не обязательно, чтобы не поехал Пашинян. Пусть не поедет Алиев. И тогда встреча срывается. Но у Алиева непростая ситуация. Он на шпагате. С одной стороны, его тянет Турция и Израиль в одну сторону. С другой стороны, Соединенные Штаты Великобритании. Да, и кроме Турции и Израиля там еще Россия. Вот это блок. И с другой стороны, Соединенные Штаты и Великобритания. Соответственно, ситуация у него сложная, так как Соединенные Штаты и Великобритании имеют намного больше вес в мире, несравненно, чем Россия, Израиль и Турции. Вот это ситуация Алиевых. И еще есть Иран, который малосубъектен, который проводит неэффективную политику, но которому россияне в виде запасного варианта обещали весь Южный Кавказ. И где происходят очень сложные процессы между ядерной сделкой и уничтожением. Что вы имеете в виду, россияне обещали Южный Кавказ? За поставки вооружения и за роль второй либо альтернативной экономической военной базы для России в переговорах с Ираном российская сторона сказала, что интересы Ирана будут исключительно расширены на Южном Кавказе по сравнению с предыдущими планами и парадигмами России. Иран очень воспрял от этой информации определенные круги, но основным мейнстримом в Иране все равно является подписание ядерной сделки. Мы до сих пор не знаем, что произошло с беспилотниками. Дело в том, что, возможно, поставки беспилотников — это глобальная спецоперация, чтобы подставить Иран и не дать возможность подписать ядерную сделку, которая изменит погоду не только в регионе Ближнего Востока, а глобальный на земном шаре. С одной стороны, мы должны понимать, что подписание подобной сделки приведет к деструкции российского рынка энергоносителей, а он будет не нужен уже никому. С другой стороны, это даст Ирану миллиарды долларов и превратит Иран в качественно иное государство. Это исключительно неприемлемо для Турции и для Израиля. Но это очень нужно Ирану. А Соединенным Штатам нужен глобальный интерес остановить Россию полностью в экономическом аспекте. Вот приблизительно так это работает. Вчера была новость о том, что полковника, отвечающего за поставки дронов, иранских дронов России, убили, ликвидировали. Кто может стоять за этим? Я думаю, за этим могут стоять, например, враги Ирана. Мы должны понимать, что определенные лица в сегменте военной пирамиды любой страны могут принимать определенные решения взамен на какие-то преференции. Наверное, этот полковник что-то мог рассказать, как эти дроны против, например, воли руководства Ирана попали в Россию. Через какие страны, с помощью каких сделок. Учитывая, что на территории Ирана действуют очень серьезные организации и системные спецслужбы враждебных Ирану государств, то, в принципе, подобные ликвидации, мы видим по истории последних 20 лет, не являются проблемами. На сегодняшний день на территории Армении находятся азербайджанские войска. Территория Армении оккупирована. Насколько вы высоко оцениваете риски возобновления военных действий? Риски возобновления военных действий достаточно высоки. Дело в том, что мы не можем оценивать действия азербайджана исключительно исходя из понятной логики и практичности. Все зависит от тех гарантий, которые азербайджан получит от Турции и Израиля для возобновления подобных действий и от давления со стороны России. Если Россия использует факторы национальных меньшинств азербайджана, подождет фитили войны касательно Лизгистана, касательно компактного населения аварца в регионе Закаталы и Талышей с помощью Ирана, если Израиль также выдвинет определенные аргументы и Турция окажет давление, то азербайджан будет вынужден против воли Соединенных Штатов и Великобритании начать эти боевые действия. Это будет и противостояние Израиля и Ирана, и это будет в том числе в определенной мере противостояние Израиля и Соединенных Штатов в данном аспекте, что в принципе практически невозможно, но мы не можем полностью исключать подобную повестку. Вот в чем дело. И все будет зависеть от выборов и в процессе выборов в Соединенных Штатах. Куда качнется маятник? При всем при этом Азербайджан и Турция получили очень жесткие месседжи о невозможности начала ими боевых действий и в принципе придерживаются данной парадигмы. Поэтому я говорю, что Азербайджан находится в не менее, а объективно в еще более сложном положении, чем Армения. Будущее Азербайджана после того, как он вошел в синергию с Российской Федерацией, не просто туманно, но очень опасно для самого существования азербайджанского государства в будущем. Если вернуться к вопросу вашей работы в совместной рабочей группе «Украина-НАТО», может быть осветить какие-то аспекты сотрудничества, взаимодействия? Как были организованы рабочие группы? Что было внедрено? Что было важно? И что мы могли ожидать после встреч министра обороны Армении с силовыми ведомствами в США? Какие шаги могут быть предприняты здесь, учитывая риски возобновления военных действий? Я могу основываться на своем опыте и дать свои рекомендации, свои субъективные видения. Что стоило бы сделать Армении? Важнейшим фактором модернизации вооруженных сил Украины и приведения их к тому уровню, на котором функционирует система подготовки, система боевого взаимодействия, система функционирования подразделений НАТО, явилось привлечение большого количества иностранных инструкторов высокого уровня. С 2014 года и до начала войны в 2022 году десятки тысяч украинских солдат и офицеров прошли подготовку на территории Украины и за рубежом в соответствии со стандартами стратегического военного планирования НАТО. Это привело к тому, что в Украине появились части легкой пехоты, и подобные части легкой пехоты показали свое максимально эффективное применение и функционирование в боях против намного превосходящих сил противника, например, в боях за север Донецк, где фактически даже отступая, подобные подразделения контролировали динамичность боевых действий и ход боевых действий. Это подразделения, которые способны очень высокомобильно перемещаться по территории, которые исключительно слажены на высоком уровне, где каждый солдат, сержант и офицер знает свое место и может действовать автономно. И солдаты могут организовываться в автономные юниты и оценивать ситуацию при высоком технологическом оснащении, при использовании электронной разведки, спутниковой разведки, использовании средств мобильного перемещения воинских контингентов, военных контингентов, и поэтому они становятся намного более эффективными, чем даже модернизированная постсоветская армия, как некоторые части вооруженных сил России. Поэтому первое – это привлечение большого количества военных инструкторов. Сколько времени нужно на переподготовку? Для того, чтобы говорить о каком-то начальном уровне переподготовки, необходимо потратить как полтора-два года. Полтора-два года. Но мы должны учитывать, что в Армении уже есть много офицеров, которые прошли подготовку в странах НАТО, в Греции и в других странах, которые учились. В Армении стоит применить и другой принцип, который возможен для Армении и был менее возможен для Украины, а фактически в украинских условиях не был применен. Дело в том, что десятки тысяч армян, солдат и офицеров, являются военнослужащими армий стран НАТО. Необходимо обратиться к соответствующим странам НАТО с просьбой отправить именно армянские контингенты для переподготовки. Вы имеете в виду этнических армян? Я говорю об этнических армянах, безусловно. Я говорю об этнических армянах. Таких армян очень много. Я хочу вам сказать, что во время войны 2020 года в Украине, это в Украине, которая, как считается, враждебна Армении, мы имели до 800 добровольцев, которые уже готовы были вылетать. Могу вам сказать, что Армения сделала все для того, чтобы эти ребята не попали в Армению. Это сделала не Украина, это сделала Армения. Опять же, в рамках нанесения поражения по приказу России самим себе. 800 человек – это была только первая волна. Я могу объективно сказать, что тысячи армян только с Украины приехали и воевали. И вы знаете, вот я сидел с международными экспертами в первые дни войны, и со мной связывались офицеры греки и армяне из Греции, и они рассказывали, что с Арменией напрямую просили греков не пускать армянских добровольцев и офицеров в Армению. Опять же, в Армении не была проведена мобилизация, она не была проведена даже на территории Нагорно-Карабахской республики. Это объективная реальность, с которой приходится иметь дело. Поэтому Армении придется начинать все заново, и нужно использовать возможность диаспоры для того, чтобы сформировать боеспособные части, которые смогут решать задачи на имеющемся театре военных действий. Турция не нападет никогда, так как те месседжи, которые были получены из Соединенных Штатов, для Турции являются однозначным императивом в отношении Армении. Соответственно, процесс непростой. Дело в том, что в Армении сейчас находится пятитысячная база, около двух тысяч сотрудников ФСБ, в том числе пограничных войск, и до трех тысяч вагнеровцев, которых и боится Пашинян, которые сейчас сидят в ресторанах и кафе города Еревана, и которые фактически не контролируются службой национальной безопасности Армении. Конечно, понятно, что Пашинян это боится. Простите, простите, откуда цифры? Цифры получены из экспертных источников, которые работают на Земле, более непосредственно. Это информация не из прессы, не из информации, не из СМИ. Вот оценивается ведущими экспертами численность вагнеровцев на территории Армении и Нагорного Карабаха в три тысячи человек. В принципе, была бы политическая воля, за 24 часа можно решить все вопросы, и по блокировке БАД, и по аресту и ликвидации этих вагнеровцев. Была бы политическая воля, ее, конечно, нет. Вы же видите, первые шаги. Вчера поступила информация о том, что Константину Затулину запрещен въезд в Армению. Он объявлен персоной Нонград. Да, первые шаги есть. Я вижу, что эти шаги очень осторожны, и они такие немножко половинчатые. Но бывают ситуации, когда необходимо делать однозначный выбор. И безусловно, что Армения без координации с имеющейся ситуацией в Грузии своих усилий действовать не сможет. Необходимо также координировать это все с Грузией. И мы должны понимать, что Грузию, Запад не оставил Грузию. Вот. И Грузия находится в процессе координации также всех своих действий. И Армении необходимо также координировать эту ситуацию и с Грузией в рамках глобальной координации действий. Конечно, Россия не оставит Армению. Безусловно. И это непростые решения. К этим решениям необходимо быть готовыми. Но объективно процесс поражения России и фрагментации российского государства – вопрос времени. И для армян необходимо сделать своевременный выбор. Чем более быстрее он будет сделан, тем с меньшими потерями Армения войдет в эту новую ситуацию. Когда не будет такой России в таких границах, которые мы знаем сейчас. А это вопрос времени. Хорошо. Какие, может быть, Вы предложили бы шаги дипломатические, еще какого-то другого рода, которые могли бы ослабить позиции России в Армении? Я думаю, что все эти шаги уже реализуются новыми союзниками Армении, которые остановили войну. Дело в том, что здесь очень важно более серьезное участие армянской диаспоры. Именно я говорю не о экономических мигрантах, я говорю о диаспоре. Потому что у нас зачастую путают экономических мигрантов и диаспора. Экономические мигранты – это? Диаспора – это армяне, которые выехали с территории Южного Кавказа в период с 91-го года и по 22-й год. Эти люди не являются диаспорой, потому что они добровольно покинули территорию Армении. Диаспора – это люди, которые жили на территории Европы, стран Азии, Соединенных Штатов до геноцида армян. Это старая диаспора. Молодая диаспора – это люди, которые попали туда после геноцида. Это есть, которая у нас называется старая диаспора. Поэтому это очень важно понимать, когда я говорю о диаспоре, я говорю именно, используя дефиницию диаспора. Я не говорю об экономической миграции. Так как экономическая миграция, которая попала в Россию, она большей частью не несла армянскую цивилизаторскую суть. То есть это были люди, которые достаточно плохо говорили на восточноармянском языке, которые не несли никакие армянские культурные ценности. Они просто ехали за кустом хлеба в Россию для того, чтобы как-то выжить. И, в принципе, они достаточно быстро ассимилировались. Даже те, кто не владел русским, и они быстро теряли самоидентификацию. Это происходило из-за того, что они не являлись носителями армянской культуры. Это было просто закавказское армяно-язычное население, которое слушало курдскую музыку, например, и жарило шашлык. Но если ты жаришь шашлык и слушаешь курдскую музыку, Илья Дебажанскую, это не делает тебя армянским, согласитесь, правильно? Потому что, как и нельзя из ветчины и шпината сделать торт Наполеон. Хотя это тоже продукт. Но для Наполеона есть ингредиенты, которые делают его Наполеоном. Поэтому быть армянином значит быть носителем армянской культуры. Знать, что такое и кто такие армяне. Если вы спросите любого армянина, не только в России, но и зачастую в других странах, люди не могут даже назвать литературные языки армян. Вы понимаете? О чем можно говорить, когда уровень владения кодификационными знаниями об армянах, о том, что значит быть армянином, это является уделом 0,01% всех армян Земли. Это катастрофическая ситуация. И она такая же тяжелая и в западной диаспоре. То есть фактически необходимо, чтобы люди подобные Герцелю и Жабатинскому в конце 19 века, евреи, а эти люди могут быть только среди молодежи, среди людей до 35 лет, не среди людей моего возраста, они должны будут поднять эту волну. И тогда в Армении будет меняться все. И такие ребята, я уверен, есть. Для себя вы исключаете репатриацию. Я хочу вам сказать, что я готов всеми своими силами и возможностями, как и делал, во вред своим интересам. Если брать интересы индивидуумов, я и дальше готов способствовать и усилению Армении в качестве человека, который может консультировать и советовать им непосредственно принимать участие. Но я считаю, что это должно быть молодое поколение. Вы знаете, всем известно, что Симон Боливар изменил ситуацию в Южной Америке. Но Симон Боливар смог изменить эту ситуацию, освободил Южную Америку, потому что он слушал лекции Миранды. Поэтому если бы Миранда стал Симоном Боливаром, у него ничего не получилось бы. Но Симон Миранда читал лекции. Симон Боливар услышал эти лекции. Каждый должен выполнять свою функциональную роль. И касательно подготовки кадров, и касательно лидерства. И в каждой нации есть предтечи, которые создают информационный базис, а есть те, кто должен этот базис реализовывать. Я вижу, что это должны быть молодые люди обязательно, грамотные и подготовленные, ориентированные на армянские ценности, на создание сильного армянского государства, так, как это сделали евреи. Евреи смогли это сделать, и армяне тоже смогут это сделать. Но для этого необходима воля. Воля – это главное качество для достижения и реализации какого-либо проекта. И правильная матрица, и стратегическое планирование. На этой оптимистичной ноте мы, наверное, закончим сегодня наш разговор. И пожелаем Армении молодых специалистов из диаспоры, внутри Армении, из других стран, репатриации к нам на родину. И это был Тигранов океан. Спасибо большое, что к нам присоединились. Надеюсь, что это наш не первый и не последний разговор. Спасибо большое вам, Ирина. Благодарю вас. Субтитры создавал DimaTorzok